Девушки отдыхают Девушки отдыхают Водитель микроавтобуса был настолько пьян, что совершенно не разбирал, куда едет В таком состоянии он пытался скрыться от полиции и протаранил несколько автомобилей Это произошло в городе Анапе в Краснодарском крае Нарушитель на микроавтобусе привлек внимание инспекторов ДПС тем, что проехал в темноте мимо патрульной машины с погашенными фарами Он тут же опомнился и включил огни А когда заметил, что полицейские едут за ним, прибавил скорость Возникло подозрение, что водитель пьян И тут его машину начало бросать из стороны в сторону Водитель 952, право принимаем, останавливается Инспекторы ДПС стали прижимать неадекватного водителя к обочине Он снизил скорость Но это оказалось лишь затишем перед настоящей бури Лихач потерял управление и стал таранить припаркованные машины Беги к нему, беги Водитель врезался в легковушку и продолжал давить на газ Он заперся в салоне Чтобы остановить его, полицейский попытался разбить окно Лихач открыл дверь Его вытащили из салона Но он стал сопротивляться Вскоре на улице появились хозяева разбитых машин Нарушитель успокоился Он пообещал, что не будет сопротивляться Но внезапно вырвался и побежал со всех ног Водителя, конечно, догнали и привели назад На этот раз уже в наручниках Лихач разбил три припаркованные машины и микроавтобус, на котором ехал Его он угнал у отчима Гемерово Во дворе жилого дома между автомобилистами завязалась ожесточенная потасовка Силы в бою оказываются неравные Два товарища с трудом справляются с дебоширами Через несколько секунд драка прекращается и буяно уходит Внезапно один из автомобилистов достает из багажника топор Напуганные молодые люди разбегаются в разные стороны Тогда разъяренный автолюбитель подходит к машине обидчиков И начинает крушить автомобиль Похоже, что разбитых фар ему показалось мало Поэтому он возвращается и снова наносит несколько ударов по машине Затем водитель уходит и садится в свой автомобиль Месть за драку оказалась слишком жестокой Краснодар Водитель Лады не убедился в безопасности маневра И выезжает на перекресток В этот момент на перерез ему мчится иномарка Взрыв Иномарка сносит переднюю часть ваза Водительскую дверцу заклинило Автолюбитель с трудом выбирается из салона И совсем не обращает внимания на пассажирку Видимо, не только за рулем России Трасса в Московской области Из-за того, что видимость на повороте ограничена Дама за рулем Лады не замечает попутный трактор Легковушка врезается в него сзади и опрокидывается Легковушка отлетает на встречную полосу И автомобиль с регистратором проскакивает между ней и трактором Удается избежать еще одной автокатастрофы Ваз перевернулся четыре раза Но управлявшая им девушка осталась жива благодаря ремню безопасности Любители острых ощущений решили поднять мотоцикл «Урал» с коляской на заднее колесо Идея изначально провальная Мощность двигателя этого трехколесного монстра достигает 45 лошадиных сил К тому же люлька мешает балансировать На мотоцикл экстремалы забираются вдвоем Мотоцикл встает на дыбы И рычащая машина уезжает вглубь леса Водитель не успевает даже выкрикнуть слово «мама» Энергия каскадеров направлена явно не в то русло Московская область на шоссе неожиданно заносит грузовик Фура опрокидывается на бок и пробивает металлическое ограждение Водитель попутной легковушки едва успевает ее объехать Вскоре на месте аварии собираются очевидцы Шофер грузовика сильно не пострадал Чего не скажешь о машине и товаре, который он вез В Омске бригада скорой помощи не доехала на вызов Машина медиков промчалась на красный сигнал светофора Столкнулась с иномаркой и несколько раз перевернулась Вне отложки находились водитель и фельдшер Несмотря на аварию с переворотом, оба остались почти невредимы В раза четыре перевернулись, а дальше не помню ничего Водитель скорой помощи и многочисленные свидетели аварии утверждали, что неотложка ехала с сиреной и мигалками И женщина за рулем иномарки должна была уступить дорогу От столкновения Газель отбросила на несколько легковых машин В момент опрокидывания фургон перекатился по крыше Субару Легковушку сплющило Несмотря на это, водитель отделался лишь испугом Госпитализация не понадобилась и виновнице аварии В «Шкоде» сработали подушки безопасности Однако автолюбительница так и не признала вины Видимо, привыкла, что всегда уступали ей Далее в выпуске Российская специфика Нарушитель два года ездил без прав В сантиметрах от гибели Пешеход с покрышками чудом уцелел на зебре Смех без причины – признак дурачины Да потому что я был за рулем Весельчака лишили прав за вождение в нетрезвом виде А также кража из автомобиля Останавливаемся, 790 пара! Останавливаемся! В Иркуте мимо автоинспекторов на большой скорости Проехали «Жигули» шестой модели Полицейские бросились вдогонку за нарушителем Требование остановиться лихач пропускал мимо ушей Он только набирал скорость На дороге была кололедица Резкие маневры могли привести к аварии Водитель не снизил скорость И на одном из поворотов шестерку занесло Жигули выбросило на обочину Водитель попытался выехать и протаранил полицейский автомобиль Затем включил заднюю передачу и выбежал из машины Ваз врезался в стену дома А беглеца догнали и задержали Оказалось, что задержанный скрывался от полиции за преступление И умудрился два года ездить без прав На этот раз его покинула удача Нарушитель сел в тюрьму Город Иваново Пешеходу на зебре, возможно, осталось жить всего 2 секунды Он замечает, что на него летит машина И при этом застывает, как вкопанный Дальнейшее просто фантастическое везение Автомобиль выбивает покрышку из рук мужчины Но сам он невредим При этом прохожий не проявляет никаких эмоций Он не торопясь поднимает потерянный баллон И продолжает переходить улицу Разве что-то не так? Чего все уставились? Иркутск На автомобильной стоянке ходит молодой человек Он разговаривает по телефону и заметно нервничает Затем подходит к внедорожнику и, видимо, собирается уезжать Но происходит неожиданное Молодой человек разбивает стекло Вытаскивает из салона сумки и убегает Вместе с ним исчезают ценности, принадлежащие семейной паре предпринимателей Хозяева джипа ненадолго отлучились в магазин И оставили вещи в машине Злоумышленник только этого и ждал Москва Автомобиль с регистратором движется по городской дороге И внезапно останавливается На встречной полосе происходит потасовка Ее спровоцировала мелкая авария Козель въехала в заднюю часть легковушки Вот водители и бросились друг на друга с кулаками Мужчины бьют друг друга, широко размахивая руками Водитель Газели считает, что инцидент не стоит того, чтобы вызывать инспектора в ДПС И пытается уехать Но скрыться ему мешает владелец легковушки Он всячески препятствует тому, чтобы нарушитель сел в кабину Пострадавший твердо намерен добиться справедливости Наконец водителю Газели удается сесть за руль Но владелец иномарки вновь стоит перед бампером Грузовичок плотно перекрыл дорогу Перебранка разгорается с новой силой Наконец водителю фургона удается отогнать пострадавшего Тому, видимо, сильно досталось И он уже не делает попыток остановить дебошира Маленькие царапины на машине Зато большие синяки под глазами Столица Латвии Рига На въезде в город водитель и пассажир легковушки замечают странного пешехода Женщина словно героиня фильма ужасов Своим видом она вызывает неподдельный страх Вероятно, прохожая очень впечатлительная натура И ей следует избегать просмотра страшных и мистических фильмов Киров Из-за вьюги на дороге много снега Белая Ака наезжает на сугроб И водитель автомобиля не справляется с управлением Машину заносит И она вылетает на обочину К счастью, скорость была небольшая А снег смягчил удар Я водитель Как было? Рассказывайте, где ехали? Я что, проезжу все, покажу? Да-да-да, конечно Ворожского горького Ворожского горького Ну там, это Я тормознул И, короче, и уехал По ночному Кирову катались пьяные молодые люди Григорий и Евгений Их старенькая Лада-восьмерка Привлекла внимание полицейских Лихачи выехали навстречку И пошли на служебную машину В лобовую атаку С помощью дополнительного наряда Веселую парочку задержали Добиться от них, кто управлял машиной Было невозможно Это пассажир Почему он патрули машине, а не вы? Потому что это его машина Ну это Как бы он за рулем не ехал Если бы вы ехали за рулем Вас бы туда посадили в первую очередь Да потому что я был за рулем Кажется, вы лукавите мужчину Нет Вы что, вы что Вы думаете, мы вас обманываем? Конечно, обманывайте Вы что, вы что Бог станет Полицейские прохладно воспринимали шутки задержанных Сотрудники вневедомственной охраны Отлично видели, что управлял машиной Именно Евгений Его и усадили в патрульный УАЗик Но пьяные лихачи не ограничились просто словами Они попытались устроить на дороге Еще и дискотеку Громкая музыка тоже не пришлась инспекторам ДПС по душе Магнитолу выключили На самом деле Евгению было совершенно нечего веселиться Его задержали за вождение в нетрезвом состоянии Второй раз всего за несколько дней А за повторное нарушение такого рода По закону положено лишение водителя прав уже не на полтора года А на более длительный срок Я ехал за рулем Я ехал за рулем Вот почему Григорий и хотел взять вину на себя Благородный жест Но вот только у Евгения права бы отобрали в любом случае Передача управления пьяному Тоже наказывается лишением водительского удостоверения В финале выпуска Короткая погоня Нет, бабушка, выявляйте в вторую сторону Нарушителя остановило дерево Как на ладони Видеорегистратор запечатлел автовора На чужой кусок не разевай роток Да нет, все, еще Автоинспекторы задержали лихача Который разъезжал на чужой машине И другие происшествия из разных уголков России Читу мне не нравится Во время ночного дежурства Инспектор ДПС города Читы Обратил внимание на странно движущийся маршрутный автобус Водитель Газели съехал с дороги Развернулся перед патрульным автомобилем И стал скрываться на большой скорости Немного экипажа Казели починил 420, пошла вниз по Украинскому 10-12 12-20, не коварь, летун Маршрутку бросало по проезжей части Из стороны в сторону В салоне был погашен свет Но совершенно точно там находились пассажиры Где бабушка, выявляйте в вторую сторону На очередном вираже Газель буквально протаранила попутный УАЗик ППС Полицейским пришлось уйти на обочину, чтобы избежать удара Неожиданно маршрутка стала тормозить И беглец резко свернул с дороги Машину остановило столкновение с деревом Задержать нарушителя помог подоспевший автоэкипаж Патрульно-постовой службы Газель выскочила прямо на детскую площадку К счастью, в поздней частом никого не было Но пассажиры никак не могли отойти От пережитой поездки Вы морали, тормозните, он никак не поступил Я вообще, я в шоке Я на фигуру Водитель маршрутки оказался Мертвецкий пьян Приложиться к бутылке в конце рабочей смены Было не лучшим способом снять усталость Свердловская область На заснеженной трассе начинается носить ладу В это время на обочине меняет колесо автолюбитель Еще немного, и машина снесет человека Папа! Сейчас шибалет Как вам мужика-то небольшой? Автомобиль пролетает в сантиметрах от человека А тот, в свою очередь, даже не заметил опасности Повезло Молодая пара останавливается на трассе в Подмосковье Чтобы перекусить в придорожном кафе Они не подозревают, что за ними уже следят автоворы Они сидят под зонтиками Сигнал с брелока охранной системы Перехвачен специальным устройством Злоумышленникам остается только Похозяйничать в чужой легковушке Хозяева оставили в салоне свои вещи Злоумышленник забирает женскую сумочку и рюкзак Автоворы не прогадали Они уносят с собой деньги А также документы, ключи Словом, все, что имеет большую ценность Пиши пропало Тамбов Сильный, смелый, но, скорее всего, просто неумный молодой человек Передвигается на троллейбусе, повиснув сзади на ступеньке лестницы Таким экстремальным способом он экономит деньги за проезд Только одного заяц понять не хочет Что силы в руках может и не хватить И если он упадет на асфальт То есть вероятность оказаться под колесами проезжающего автомобиля О том, что при этом рискует водитель Экстремал не думает Сургут Часто сидя за рулем Просто невозможно угадать, что произойдет в следующую секунду На газоне между полосами движения Лежат бродячие собаки Внезапно дорогу начинает перебегать одна из них Пес отлетает от бампера легковушки И, что есть сил, несется прочь Вроде бы с ним все в порядке Но неприятный осадок остается По старой шоферской примете Сбил собаку Значит, скоро собьешь человека За рулем кроссовера «Хонда» был явно нетрезвый водитель Он уезжал от инспекторов ДПС Кирова по бездорожью Надеясь, что те застрянут А получилось, что заехал в тупик Сзади его облокировал патрульный автомобиль Лихач попытался сопротивляться Вцепился в руль Оказалось, он ехал еще и на чужой машине Почему уезжал? Просто мужик пьяный, вон сзади водителя спит Попросил до дома доехать Ты почему уезжал? Да, тебя боялся, не моя машина Он вон сзади сидит Как имя у тебя? Иваня В «Хонде» и вправду кто-то спал Легковушка же водителя по имени Иван Джигули Пятерка стояла на соседней улице Со свежими вмятинами Автомобиль был в розыске Сутками ранее на нем кто-то устроил аварию и скрылся Выяснилось, что виновником ДТП и был Иван Почему уезжал? Он совершил ДТП Уехал с места ДТП И потом уже нам в 4 утра не починился Молодой человек сам попался в руки автоинспекторов Он нарушил законодательство достаточно, чтобы его посадили под арест как минимум на 15 суток Ловили тебя уже пьяным за рулем? Да Сколько раз? Два Два раза, да? Все понятно Загадкой оставалось, кто же спит в «Хонде» Человека на заднем сидении никак не удавалось разбудить Не просыпается, да? Владелец машины кто? Вон он Документы на машину где? Оказалось, что мертвецкий пьяный пассажир и правда хозяин иномарки Собственник автомобиля кто? Вы собственник автомобиля? Как вы оказались на заднем сидении? Спал, что? Автовладелец оказался из тех, чей сон лучше не тревожить Как он оказался за рулем вашего автомобиля? Поясните Парни, если честно, понятие Все нормально, руки свои убираем Все хорошо Как вы? Что хорошо, ничего не Руки убираем свои Хозяин иномарки посадил за руль нетрезвого Ивана, потому что сам боялся лишиться прав Он явно забыл, что в таком случае теряют право на вождение оба Вы в курсе, что вас за передачу можно охранять? В курсе, да, наверное? Парни, если честно, так-то в курсе, наверное Человечески, можно тоже поступить Человечески В таком состоянии вот они ездят Ивана ждал арест и суд по поводу аварии А на хозяина Хонды составили протокол о нарушении чреватым лишением прав Зря ли хачи рисковали? Субтитры создавал DimaTorzok